В 2006 году находящийся на втором сроке президент Путин поручил правительству подготовить документ, который определял бы развитие страны вплоть до 2020 года. В то время СМИ перед выборами любили рассказывать про так называемый план Путина, словосочетание, которое быстро превратилось в идеологическое клише. В прошлогодней статье РБК подробно написал, почему никакого долгосрочного развития не случилось и так называемый план Путина провалился. ВВП, согласно прогнозам, должен был расти на 6,5% в год и к 2020 вырасти на 66%. В действительности же до 2019 года рост составил лишь 5,8%, то есть в 10 раз меньше, чем ожидалось. Реальные доходы населения должны были вырасти на 64-72%, но вместо роста россияне получили к концу 2019 года снижение на 5%. С уровнем бедности все тоже очень плохо. Власти обещали, что к 2020 году бедных в России станет в два раза меньше, но в итоге даже по официальным данным Росстата, который своими цифрами любит подыгрывать властям, живущих за чертой бедности в России к 2020 году стало еще больше, почти 20 миллионов человек. И это при позорном прожиточном минимуме в 11 468 рублей. Что касается среднего класса, то он должен был увеличиться до более половины населения страны. Однако даже до пандемии, по данным Высшей школы экономики, в России к среднему классу можно было отнести не более 24% работающего населения. К примеру, чтобы относить себя к среднему классу в Белгородской области, в 2019 году нужно было зарабатывать около 32 тысяч рублей. Правда, как выяснилось, у Владимира Путина свои методы подсчета относительно среднего класса. В марте он заявил, что таких в России аж 70%, уточнив, что средний класс это те, кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей в 2020 году.